Шестеро обвиняемых, отбывая срок заключения в Шенкенском учреждении ИЧ-167-3, являлись здесь так называемыми смотрящими и положенцами. Они организовали в колонии незаконный и горный бизнес, карточные и азартные игры. Оборот выигрыша составлял миллионы тенге. Третья часть отправлялась в воровской общак в Москву, держателем которого, по информации оперативников, является известный российский вор в законе Жора Ташкентский. Что мы выяснили в ходе судебного следствия? Есть такая среда в криминальном мире, как воры в законе. Их очень много, и они принадлежат каждому своему крылу. В нашем случае вор в законе Жора Ташкентский, он принадлежит славянскому крылу воров. И он с целью получения прибыли от незаконных азартных игр, назначал смотрящих за колониями здесь, в городе Ченкенте. Жора Ташкентский, он же Георгий Сорокин, в негласном табеле рангов криминального мира занимает пятое место. Именно он, по мнению следствия, назначал смотрящих в казахстанских тюрьмах. Да, являюсь. Вором в законе являетесь? Да. Вор. В 31-й зоне Шенкета таким криминальным авторитетом стал 30-летний Максат Кабылбаев, бывший чемпион Казахстана по вольной борьбе, с 2010 года отбывающий свой первый срок за разбойное нападение. Кабылбаев назначает своих помощников, двух казначеев и троих игроков, профессиональных картежников. Игорный бизнес в зоне длился около 11 месяцев. Заключенных обыгрывали на крупные суммы, до миллиона тенге. Долги возвращали родственники проигравших. Они отдавали деньги сообщникам на воле, которые осуществляли транзит денег в Москву, воровской общак. Сотрудники спецслужб подследили перевод 30 тысяч долларов, после чего все участники преступного сообщества были задержаны. Суд признал подсудимых виновными в участии и финансировании транснациональных преступных сообществ и назначил на совокупности сроки от 12 до 16 лет. Адвокаты подсудимых не согласны с переговором и уже сообщили, что будут подавать апелляцию. По одной статье 269, хороший доказательный довод, реально, потому что наши ребята не отрицают, что действительно играли карты и они уже выигрывали, имели доходы незаконные. Это мы не отрицаем. Но, тем не менее, органы, проявляющие следствия от имени Комитета национальной безопасности, они уже меняют еще другую статью, то есть участие в транснациональной преступной организации и финансирование транснациональной финансовой организации. Я думаю, доказательство в этой части, это недобуты. По информации суда в отношении московского владельца счета, на который осуществлялись воровские переводы, продолжается уголовное расследование, выделенное в отдельное производство.